Добрый ранец, у эфира информационный выпуск телерадио компании Гомель у студии Натальи Гнатенко. Президент краины Александр Лукашенко подписал указы об призначении выборов у обедве палаты Беларусского парламента. Сгодно с указом номер 190, выборы у палату представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья отбудутся 11-го вересня. Сгодно с указом номер 191, выборы у Совет Республики Национального схода Республики Беларусь будут проходить с 18-го червеня по 18-го вересня. У палату представников выберут 110 депутатов по одному с каждой округи краины, у Совет Республики 64, по 8 с каждой в области, а так само города Минска. Ясше 8 будут призначены керавником державы. До проведения 5-го Усебеларусского народного схода застаётся 2,5-й тыдни. Нагадаем, что Гомельскую в область на этом форуме представить 350 человек. С делегатами ад Октябрьского района сустреуся Олег Синцерову. Октябрьский район по померах и колькосе населенства невелике, а тому на 5-м сибеларусским народным сходе яго представить 7 человек. Ся род делегатов – экономист предприемства, директор школы и медык. Пытания, которые наибольшь хвалюют район – притягнение инвестиций, створение новых працовных мест, развитие малого и середнего бизнеса. И еще одна проблема над выращением, какой активно працует вертикаль – замасывание молодых специалистов. Тут основное сподевание на местовые кадры. В практике нашего района мы применяем такие методы работы, как ориентирование на выпускников наших школ. С последующим, после окончания, закреплением молодых специалистов в нашем Октябрьском районе. В связи с чем, процент закрепления молодых специалистов, молодых семей в нашем районе – один из самых высоких. Андрей Матусевич – практичное подтверждение этой думки. Местовый урадженец, после закончания Гомельского державного медуниверситета, вернулся в Октябрьскую центральную районную больницу. Сегодня Андрей Матусевич – загадчик отделения интенсивной терапии и реанимации. Терут его пациентов тяжкие и вельми тяжкие хворые, а тому и отказность – поведная. Переезжать у иншая места не плануя, тем больше, что тут у него добрая семья – женка, так само до речи мясцовая урадженка, и двое детей. Глядеть, что в профессийном плане вышень можно досягнуть и в Октябрьском районе. На пятом сиборусском народном сходе плануя сустреться с коллегами и обмирковать питания о взмацнении материальной базы районных больниц, что дозволит оказывать якостную медицинскую допомогу на первичном узровне. Меня больше, конечно, интересует, как будут развиваться маленькие больницы, то есть такая больница, например, как наша. У нас район небольшой, и что ждет в будущем? Какую-то операцию более сложную, да, они должны производиться на более высоком уровне, то есть межрайонные, областные больницы. Но небольшие операции, они могут у нас легко проводиться. Да, и кадры. Главное, чтобы были кадры. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио и компания «Гомель», Октябрьский район. У «Гомеля» меняется зеленая архитектура. На змену тополям и каштанам приходят липы и клены. Какие ясше головные тенденции добраупарадкования у областных центров и регионов высытляла наш корреспондент Настасья Кучинская. Добраупарадкованию у «Гомеля» заусюда наделяли великую увагу. Недаремно за опошние пять годов наш город тройче становился переможцем республиканского конкурса по санитарным станам населенных пунктов. Про опошнюю перемогу стала ведома Зусимня Дауна, кали поделивынники 2015 года. Носить звание лепшого, конечно, приемно. Олег, а по трыматься у лидерах, необходимо постоянно працавать и укладывать в эту работу немалые гроши. Так, летость только на проведение у належных стан дорожного полотна у «Гомеля» накировали 115 миллиардов рублей. Немалые сродки укладывают и у повеличения колькости мест для парковки. Летость на центральных улицах города их стала на полторы тысячи больше. Не забывают и про экологию. У этом году высадили больше за четыре тысячи кустарников и свыше трех с половой тысячи древов. Учитывая, что с каждым годом экологическая обстановка усложняется на центральных магистральных улицах, где очень интенсивное движение транспорта, мы следуем рекомендациям института леса, который у нас есть в городе «Гомеле». Мы предпочитаем линейные посадки таких деревьев, как липа, клен, ива хорошо у нас произрастает. Не отстают у справок наведения парадку и регионы. У республиканским огляде конкурс и у своих категориях самыми доброупарадкованными признаны так само на ролях Ельск и вёска за шире Ельского района. У этих населенных пунктах проведена великая работа по наведению парадку. Например, у Ельску полностью заменили дорожное полотно у центральной шассы города, провели капитальный ремонт будинка у социальной сферы, увели в эксплуатацию новые побудовые. Всё лето работы по доброму парадкованию у регионе будут протягнуты. Особливая увага Рогачёву, який рыхтуется до дня белорусской письменности. В Рогачёве большая работа проводится, как я уже говорил, по уличной дорожной сети. Будет расширена до четырёх полос центральной улицы Ленина. Будет проводиться ремонт фасадов жилых зданий, благоустройство и зеленение скверов города Рогачёва, центральных площадей. Также будет проводиться реконструкция освещения, также места отдыха будут приведены в порядок. И для того, чтобы, говорю гражданам, красиво провести этот праздник на высоком уровне. И остался гражданам вот такой красивый, прекрасный город после этого мероприятия. Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадио «Компания Гомель». Аптовый кермаш для субъектов малого и среднего предпринимательства у першиню пройшёл на базе открытого акционерного товариства «Господарчая товары» у Гомели. Представникам «Малога бизнесу» пропоновали разные споживецкие товары. От побытовой химии, минеральных угноенев до электротоваров и сродков «Малога механизования». На кермаши побывала и наша здымочная группа. Алена Воробьи працует за гадчиком магазина 15 годов и является постоянным партнёром открытого акционерного товариства «Господарчая товары». Приватные закупные цены, гибкая система скидок, великий ассортимент товаров. Меня интересует бытовая группа, бытовые товары, велосипеды. Ну и, в частности, для хостоваров здесь представлен весь ассортимент товаров, которые торгуют у нас в магазине. Аптовый кермаш у таким выглядзе проводится тут у першиню. А кроме Алены, яшы каля 40 проставников «Малога бизнесу» приехали у Гомель з розных кутков в області. Открытый акционерный товаристов «Господарчая товары» готова задоволить любую заявку у любым ассортименте и употребным для предприимальников объёме. Яшы и до гандлёвого места сами товар подвезуть. Весь товар сертифицирован, весь товар имеет качественные документы. И те товары, которые произведены на территории Республики Беларусь, и те товары, которые мы завозим из-за пределов Республики. На сёняшний день господарчая товары маець больше 300 договоров с вытворцами гэтой группы товаров. 85% – беларуская продукция. Предприимство готова супразовничать с малым бизнесом не только с гомельской пропиской, а ле и з інших регионов Беларуси. Явген Паблавец, Игорь Марышенко, телерадокампания «Гомель». У Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина отбылась літературная вечарина, просвеченная памяти архиепископа Аристарха. Йон пройшоу шлях от иеромонаха до архиепископа, был помощником наглядчика патриарших покоев. На протягу 20-ти годов з'являвся епископом Гомельским и Жлобинским. На жаль, у ладыка Аристарх пайшоу життя у 2012-м годе от сердечного приступу. Вечарина у его память была организована Гомельской епархией Беларусской православной церкви. Мероприемство включило открытие фотовыставы и презентацию книги работы архиепископа Аристарха. Вероника Ворошилина с подробязностями. Андрей Евдакимович Станкевич, вядомый, як архиепископ Аристарх, народился у вёста Советская Будда Петраковского района. Йон рос у звычайной селенской семьи, а таму на протягу сяго життя заховыв шырую любов до природы, працы и людей. У 1969-м годе скончил Одесскую духовную семинару, у 1973-м Московскую духовную академию. Был пастрыжен у монастфа у Троица Сергеевой Лавры. Уладыка Аристарх прайшов шлях ады и романаха, ады епископа. Постановой святейшага патриарха Московского и усея Руси Алексея Другога и Святога Синода у 1990-м годзю был призначен епископом Гомельским и Мазырским. Прас два годы отрымау титул «Епископ Гомельский и Жлобинский». У лютым 2000-го года узведзены у сан архиепископа. Уладыка Аристарх – лауреат премии за духовной адраджене, гоноровый грамадзянин Гомеля. Уладальник ордена пропадобного Сергия Радонежского Перша и Другой Ступеню. Однако его вспоминают, як человека стиплаго простого, який жил и робил добрые справы, деля людей. Вы смотрите, он прошел, у нас всего-навсего было 70 храмов на Гомельщине, да? А сегодня у нас 250 храмов, две епархии, четыре монастыря. Это все его основные труды, которые он положил в своей жизни для блага нас с вами. И этот человек жил не ради себя, а жил ради церкви, ради людей. Я бы сказал такими словами, что его свеча из чистого воска. Паша с вечера памяти так само отбылась и презентация книги работ архиепископа Аристарха. Словы пропадобного Семяуна Нового Богослова и их особливости. У основы выдания легла диссертация, которую владыка оборонял в Московской Духовной Академии. За эту работу он отримал науковый ступень, кандидата Богословия. До того же, в книгу вошел авторский артикул архиепископа Аристарха, написанный про Троицка Сергея Лауру и ее вплив на русскую литературу, культуру и духовную освету. Треба означать, выдание насыщено глубокими думками и выслоями, которые были властивы у владыку. Само учение преподобного Семяуна Нового Богослова очень интересное. Вообще по манере изложения очень интересная сама по себе книга. И она полезна и для ума, и для сердца. Это, знаете, такой своеобразный научный трактат, который просто интересен и написан очень интересным языком. Архиепископ Аристарх пошел в життя в 2012 году от сердечного приступа. Он помер у родной батьковской хате, увез вся советская бода подчас молитвы. Пахована в Гомельске, Микольске, Мушинске монастыры, настоятелем якого з'являвся при житті. Архиепископ Аристарх и сегодня застается у памяти людей, як человек с великой душой и сердцем. Боем саправды, заравил шмат для православной царквы, громадства и Гомельщину в целом. Вероника Варашилина, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня у Гомели стартует республиканский конкурс профессийного майстерства «Педагог додатковой адукации». Его мета – развитие творческих инициатив, стимулирование профессийного майстерства. У дельники конкурсу – педагоги профильных и шмат профильных установ додатковой адукации детей и молодых. Конкурсанты представить на суд жюры самопрезентацию, проведут открытые занятки, пройдуть психолого-педагогичное тестирование, а так само будут оборонять уласный адукациино-методичный комплекс. Завершился третий областный мастерский конкурс «Мазырская палитра». У першиню для уделу было заявлено больше за тысячу работ. Жюры вельменья просто было вызначить переможцев, але умовы конкурсу до этого обвязывали. Лепших у знагородзели в аурочистой обстановке з уделом шматликих гостей и спонсоров. «Мазырская палитра» в черговый раз собрала мастаков, профессионалов и аматоров, знавцев мастатства и просто сябров. Конкурс проводится раз у два года, тому и организаторы, и удельники с нетерпением чекали сустречи. Начало конкурса было положено в 2002 году по инициативе отдела культуры Мазырского райисполкома. География конкурса с годами росла, увеличивалось количество конкурсантов. В 2012 году конкурс «Мазырская палитра» вошел в статус из городского конкурса в областной открытый конкурс для детей и творческой молодежи. Мазырская палитра мае статус открытого областного конкурсу, однак, меркуючи по удельниках, яго смело можно назвать международным. У гэтым годзе на суд журы было представлено больше за тысячу работ с Россией, Украины, Болгарой и Беларуси. Конкурс проводился по четырех номинациях – станковая композиция, декоративная композиция, мастатская фотография, скульптура. На конкурс я представила работу, которая называется «Китайский карнавал». Там я изобразила дракона и трех львов. Я участвую в первый раз в конкурсе «Мазырская палитра». Я надеюсь на победу и чтобы достался хороший письм. Я делала работу-композицию, называется она «Восточная сказка». Мне очень нравилось ее делать, было очень большое желание. Я планировала себя рисовать вообще, что я на слоне, путешествую по каким-то странам, смотрю на все это удивительно. Ну, как-то так. Не обмяжовываться у идеи, гипофантазировать удельникам конкурсу дозволила яго тема. Я открываю, гэты свет, на кольки юн разнастайны и текавы, гавороць, процтавленные работы. А журы, у склад якого увайшли вядомые мастаки и дизайнеры краины, вельми складано было вызначиться с пераможцами. Очень сложно было выделить лучшую работу. Тут все такие молодцы ребята. Таланты вы дети все. Даже не подозревайте, какие таланты у нас дети растут. Поэтому сложная проблема выбрать из лучших лучшие. А кроме узнагород пераможцам уручали и специальные дипломы. Их засновальниками стали Беларуский союз Мастаку, Мазырская районная инспекция природных ресурсов и Аховы, Новокольная осяродзя, Туровская епархия Беларусской православной церквы, а так само Беларуский фонд Миру. Илона Шавловская, Вячеслав Приписноут, или канал Мазыр специально для телерадио-компании Гомель. Игэта была пошня информация нашего выпуска. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жыдаем вам доброго дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин